Всем привет! Рассмотрим, что можно сделать, если после прошивки видеокарты компьютер запускается, но изображение не выводит. Решение такой проблемы я представлю частично на карточке RX 580 PowerColor с памятью 8 ГБ. Подключать к компьютеру её буду с помощью райзера. Установив видюшку как дополнительную и запустив системник, работающий на Windows 10, стартую программу Ativan Flash, с помощью которой перепрошиваю заводской биос на модифицированный. Как можно видеть, всё прошло успешно. Теперь перезапускаю компьютер согласно представленной информации. В результате, спустя некоторое время, после такой прошивки, изображение на экране так и не вывелось, хотя вентиляторы на карте вращаются. Я выключаю компьютер и извлекаю видеокарту из райзера. Затем снова пробую запустить системник. В этот раз он включился, но исключительно на интегрированной графике. Нажатием на клавишу DEL перехожу в UEFI BIOS. С помощью F7 открываю расширенный режим. Здесь выбираю дополнительно, затем конфигурация системагент, где в параметрах графики в поле основной дисплей выбираю данный параметр. Выполнив настройки, выхожу нажатием F10 и тем самым сохраняю изменения. После перезапуска выключаю компьютер и устанавливаю карту обратно в райзер. Затем нажимаю клавишу включения на системнике. Выполнив указанные действия, компьютер запустился. На рабочем столе, кликнув правой клавишей мыши по значку «Этот компьютер» и выбрав свойства, в появившемся окне выбираю диспетчер устройств. Можно видеть, что видеокарта отображается, но с ошибкой 43. Теперь попробую зашить на нее обратно штатный BIOS. Если у вас такого нет, то на свой риск можно попробовать его скачать с сайта TechPowerUp для своей видюшки. Или как вариант попробовать его запросить у изготовителя, как я это делал ранее для другой карты. Далее запускаю IT WinFlash и выполняю перепрошивку. По завершении вновь перезапускаю компьютер. После его запуска и окончательной загрузки операционной системы перемещаюсь в диспетчер устройств. Теперь видеокарта отображается без каких-либо ошибок. Также хочу отметить, что в моем случае запуск компьютера не осуществлялся в полной мере при использовании в качестве основной еще одной дискретной карты, пока не были выполнены изменения в UEFI. На некоторых видеокартах, например RX 570 Subfer Nitro Plus имеется переключатель BIOS, с помощью которого в некоторой степени можно будет решить такую проблему. Еще одним вариантом может быть прошивка чипа BIOS с помощью программатора и порой без его выпаивания. При этом сама микросхема чаще всего находится с задней стороны карты и крайне редко спереди. На этом у меня все. Желаю всем удачи и спасибо за внимание.